Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 января и посевы только-только начались у самых редких огородников и уже начались проблемы. Поэтому сейчас выпуск ответа на вопросы буду стараться делать почаще, чтобы вот сразу с пылу с жару отвечать на те актуальные вопросы, которые приходят ко мне на канал YouTube. У всех этих выпусков будет одинаковая обложка, вот такая вот, где я с лотками и в очках. Это значит, это выпуски нынешнего года, чтобы вам отличить от других картинок, потому что у меня ответы на вопросы есть прошлогодние, некоторые люди читают и думают, что это нынешние. Вот такая фотография будет на всех выпусках, а даты, смотрите, по датам будут, конечно, различия. Так, я начну смотреть комментарии, но вычитывать буду стараться, конечно, те, где какая-то проблема и проблема именно сейчас. Вот про летние, про ботяню спрашивают, это самоопыляемый томат? И по этому комментарию я понимаю, еще некоторые люди думают, что есть самоопыляемый, а есть не самоопыляемый. И мы и раз такой вопрос. Все томаты самоопыляемые. Анна Астахова пишет. В прошлом году начала по вашему рецепту землю замешивать. Это правда, какое-то наслаждение и релакс. А какая земелька потом получается? Прелесть, спасибо. Вот видите, какие мы все разные. А одна зрительница сейчас вот сегодня прям написала, что ой, какой длинный видеоролик, вот прям землю месяц и месяц, месяц и месяц. Зачем так долго? А кто-то наоборот. Вы поймите, для чего я все это делаю. Не из-за того, что вот мне заняться нечем. И я решила вот замешиваю, замешиваю, снимаю. Прям сегодня вот пришел вопрос, что после посева только накрыла пленочкой, на следующий день открыла, все покрылось плесенью. И почему? Это вот как раз наше переувлажнение. И я считаю, почему я так подробно эти замесы показываю, как вот этот комочек узнать, что пора, не надо больше воды добавлять. Потому что это сейчас у нас на данный момент самое важное, чтобы не переувлажнить землю, чтобы не сгубить рассаду, не развести плесень. Именно поэтому, а не потому, что мне показать больше нечего, вот стою и молочу эту землю. Ну и, конечно, это большое удовольствие. Как я считаю, что земля – это наш оберег. Вот сегодня уже прочитала несколько таких негативных комментариев. Если я зимой еще как-то переживала, расстраивалась, то сейчас мне это вообще… Я начала работать с землей, у меня она всю негативную энергию забирает, и у меня такое хорошее настроение. Вот теперь я что бы ни прочитала, пошел, повозился с землей. Как это говорится, вот правильно она говорит. Релакс, наслаждение получил, и пусть пишут, что хотят. Ну вот Марина пишет, пусть видео будет очень подробным, все четко и ясно. А есть другие люди, которые, наоборот, хотят коротко, но именно для них есть и короткий вариант. И вот мне на Москву пишет, вот хоть одна правду сказала, а то перерастет, зацветет, урожай, а не жди и так далее. Всю жизнь высаживаю перец до 6 февраля, и уже высаживаю цветущими, и, короче, хороший урожай. Кстати, про перец люди тоже разделились. Кто-то пишет, что с цветущего никогда не будет хорошего урожая, а кто-то пишет наоборот, что он всю жизнь так практикует. Видите, никогда, я всегда говорила, никогда в огороде нельзя говорить, что вот мой метод единственно верный, мой подход, мой способ единственно верный. Каждый находит свой. Кто-то доволен, высаживая цветущие перцы и получает большой урожай, а кто-то, наоборот, старается, чтобы перец в рассаде не зацвел. Именно это он считает залогом вот такого богатого урожая и удачного выращивания перца. Я не спорю ни с тем, ни с другим, потому что за свою длинную жизнь у меня было и одно, было и второе. Бывает, высадишь не цветущий перец, и нифига не получишь с него урожай, он не успевает даже вызреть. Бывает, наоборот, так что тут, знаете, еще зависит от ситуации и какого качества рассада. Спасибо большое, я подробно рассказала, показала, все. Так, вот Раиса пишет, на подоконнике под лоток подкладываю сложенные куски укровного материала. Это вот про то, что сейчас еще холодно, и лучше, конечно, вот я выращиваю на стеллаже, если стеллажей нет, конечно, нужно обезопасить наши вот юные растения от холодного влияния. Натали пишет, очень правильное название канала, подробно и доступно. Ну, правильно, азбука. Вот Людмила спрашивает опять про лоток. Скажите, ну, наверное, только что зашла, пожалуйста, какие размеры ящика, хотя бы ширина? Люда, про лотки, когда я готовила тару, в прошлом году рассказывала, какую тару выбрать, все, и ширина, и высота, я на память не помню, потому что у меня разного, у меня посевные одного размера, пикировочные другого размера, смотрите, пожалуйста, прошлогоднее видео. Какой бы вопрос к вам в голову не пришел, на все вопросы уже есть ответы. За эти несколько лет я сняла уже все, все, все. И если у вас есть какой-то вопрос, отмотайте назад, на прошлый год, но позапрошлый, хотя бы по картинкам посмотрите, вы обязательно найдете ответ. Так, дальше идем. У меня перец магазинный хорошо всходит. Ну, это вот к прошлогодним видео, комментарии, я пока не буду читать. Зола древесная или после топки, спрашивает Рыс Куль. Ну, я не знаю, что такое после топки. Оно и есть после топки, но если топишь только одними дровами, древесиной, то вот эта зола идет после угля. Такая зола лучше не нужно использовать. Пишет Ирина. Смотрела ролик за таять дыханием. Так хочется что-нибудь посеять, но у нас еще рано. Вы бы знали, как мне хочется чего-нибудь еще посеять. А если чисто хочется и сеять, и сеять, и сеять. Наталья Чернявская, опять вот про ящики. Какая минимальная глубина ящика для посева томатов? Для посева, именно для посева, достаточно 6 сантиметров. Тут даже люди же сеют не обязательно в лотки. Сеют в контейнера из-под печенюшек, в различные вот эти пластмассовые коробочки. Во все, во все, во все. 6 сантиметров для посева достаточно. Земля не очень хорошая у кого-то. У меня тоже, как всегда, наглядно и понятно. Балбу Шедакова пишет. Прямо отдыхаю душой, когда смотрю. Как людям нравится смотреть, когда занимаешься землей. У кого нет возможности повозиться с землей. Мне многие пишут. У меня нет сада, у меня нет огорода. Но какое наслаждение смотреть, когда вы копаетесь с землей, когда вот все это делаете. Ну, это то же самое, как вот мы же смотрим о животных, в мире животных. И вот про землю, я уверена, многим очень приятно смотреть. Неважно, летом, зимой, весной вы на меня очень хорошо влияете, особенно ваш голос. Но это уже идет психотерапевтическое, наверное, воздействие, как у... ну, когда лекции мы слушаем какие-то. Так. Я не поняла, каким средством вы поливаете бороздки. Есть видео, где вы поливаете эпином. Наташа, смотрите, да. У меня есть видео, где я поливаю эпином. Эпином я поливаю в том случае, если земля протравленная и семена протравленные. Тогда я бороздки поливаю эпином. Он стимулятор. Он стимулятор. И вот семена, попадая в бороздки, протравленные эпидом, они лучше всходят, у них дружная схожесть. Но сейчас, так как... Ну, правильно ответили, Валентина Рычкова ответила, что привикуром энерджи. После того, как я открыла для себя привикур, он и стимулятор, и протравливатель. И теперь я поливаю привикуром. И я же там в этом видео... Ну, как, я называю название средства, все это я говорю. Вот Светлана спрашивает. Если с осени суперфосфат не положен, что делать? Каким средством можно заменить привикур? Привикур... Ну, привикур, кто не использует, просто перед этим любую обеззараживающую процедуру для земли проведите. И также обеззаразьте семена, неважно чем, хоть там перекисью, хоть там этим... Какой сейчас у нас в моде, это самый модный, вот этот, сейчас скажу вам, хлоргекс-1. Им сейчас все протравливают семена. И все, и вам не нужен будет привикур, если вы его не можете купить. Это же не обязательно. Я тоже привикуром начала пользоваться не так давно. До этого как-то же мы сеяли без привикуры. Можно обойтись и без него. Сначала протравить, потом любым стимулятором, правильно, вот я перед этим говорила, эпином, энергеном, пролить бороздки и все. Так, что если суперфосфат не положим? Ничего страшного не будет, если в посевной ящик, вот где семена будут и растения будут не так долго находиться, вы суперфосфат не положили. Но вы зато позаботьтесь о том лоточке, в котором вы будете делать пикировку, где будут расти распикированные растения, где расти будут они намного дольше. Им вот нужно будет как раз вот это питание. Можно сделать вытяжку из суперфосфата. На моем видео я показывала, как делать вытяжку из суперфосфата. Ничего сложного нет. Растворяется в воде, постоит сутки, снимается с осадка. И этой водой, вместо простой воды, вы увлажните грунт для следующей посадки. Все. А сколько суперфосфата и сернокислого калия. На ведро грунта я добавляю одну столовую ложку суперфосфата и одну чайную ложку калия. Так, с первыми посевами вас спасибо. Как хорошо, что вы громко говорите, а то некоторые говорят, как будто себе рассказывают. Так. Вот это интересно про кошек. Нина пишет, спасибо за новую информацию. Что, да, кошки это стихия. Я знаю не понаслышке. А помните, как в прошлом году у меня рыжий кот петунию-то переболел. Пришлось ее пикировать в фазе двух семидолей. Вообще крошечную еле видимую. Но, как сказал один батюшка, это меховые цветы. Это выражение слышу впервые. Точно век живи, век учись. Это меховые цветы, пишет Нина. И вот собираем из них букеты. Вольно или невольно. Это я поняла так, что за всю жизнь у нас же много кошечек. Мы-то дольше живем. Они приходят, уходят. У меня вот уже четыре, по-моему, кошки было. И действительно, наверное, и все, кстати, по масти разные. Получилась Нина. Хочу поблагодарить. Так. Наталья пишет, я только перцы посеяла на подходе баклажаны. Томаты в десятых числах февраля для теплицы. Ну, я тоже в десятых числах февраля томаты для теплицы буду. Так. Тут про то, что ложки разные бывают. Ну, для каждого, если кому не проще ли 15 умножить на 20. Ну, тут есть очень умные люди, которые начинают учить, что по-другому надо было сказать. Я хочу ответить так, что на всех препаратах есть инструкции. Просто читайте по инструкции и делайте. Не обязательно слушать чужих людей, посторонних, таких, как я. Я по-своему сказала, делаю. Вы сделаете по-своему. Лилия Вальтер пишет, ваш подкидыш тоже скоро выглянет из самокруточки. Вот эти. А, вот, кстати, Дмитрий Чернов написал, я каждый год говорила, но ничего не сказала. Кому нужны русские колокола, трудно найти в магазине. А если попадется, то на фото не обращайте внимания. На фото красные, а вырастают красивые оранжевые. Я уже несколько лет подряд говорю, почему они не сменят фотографию. На фото красные такие вот пальчиковые нарисованы томаты, а на самом деле русские колокола оранжевые, такого красного цвета, ближе к желтому. Но производитель принципиально, наверное, не меняет пачку, и она до сих пор не соответствует реальным томатам. Кубанское подворье. Вот пишет, привет, тоже люблю экспериментировать. В прошлом году пикировала толстоногие с одним листом, отлично, ни один не упал. Да, они не падают никогда. Ольга, скажите, пожалуйста, можно ли суперранние томаты толстоногие высадить рано в ведра, а потом вынести на улицу, чтобы получить ранний урожай. Вот на этот комментарий я хотела более подробно ответить. Смотрите, не только толстоногие. В прошлом году я в ведре вырастила монгольских карликов, специально ради эксперимента. Выросли в ведре банановые ноги, тоже ради эксперимента, так как они у меня как новички, более-менее. Также по этой же схеме высаживаю рассаду, потом во время последней пикировки уже пикирую не в большой, например, какой-то там полкилограммовую или двухкилограммовую тару, а просто в ведре. Я высаживала по две штуки. Два монгольских карлика прекрасно ужились в одном ведре. Они же вверх не идут, они вот так вниз как бы спускаются. Ничего не убирало, ни один пасынок не формировало куст. Было полно помидор. Они сначала как яички в гнезде лежали в ведре, а потом уже висели там, ну, поняли вы, как они спускаются вниз. Но тут одна проблема. У нас в том году было жарище. Нужно успевать вовремя их поливать. Они там засыхают, желтеют. Грунт 10 килограмм, например, объем, он за день высыхает. Я вот утром его полью, если вечером сильно устану, например, все наработалось, там посынковало или рыхлило, не знаю, пришла, все легло отдыхать. Если я забуду выйти, специально ради них выйти и полить этих монгольских карликов в ведре, то все, они, земля пересыхает. Вот, ну, короче, надо следить за поливом или ставить какой-то поддон, чтобы туда подливать и надолго хватало. Но у нас было сильно жарко, и я считаю, что из-за такой аномальной жары, из-за моего, не вовремя вот этого полива, не давало им, не было просто физически возможности бегать их специально поливать, они дали меньше урожая. А вообще прекрасно растут. Не говоря уже про толстоногих. Я вот, посмотрите, мои прошлогодние, где я, огород на балконе, штамбовый засолочный, таймыр, аляска, все-все-все в ведре стояли, дали столько помидор, и даже в заморозк еще ушли с красными помидорами. Так что вот делаем вот так. В бедрах томаты и толстоногие, вот эти, которые не индетерминатные, а именно вот банановые ноги, я говорю, монгольский карлик, все же они низкорослые, прекрасно растут в ведре. Оксана, Оля, вы так рассказали, что несмотря на то, что теплицы без подогрева, буду сеять. Ваши все подробности очень полезны. Мало кто делится секретами. Оксан, ничего страшного, посейте, сделайте две перевалки, все будет прекрасно, даже если они зацветут у вас рано, посидят маленько в этих, я вот 5-литровые в прошлом году ведерки, специально как майонезные, только 5-литровые покупала, и в этих ведерках, прямо во взрослом состоянии, высаживала в теплицу, и они моментально сразу начали плодоносить. И еще, если обламывать, ну вот это уже про перец, если обламывать первые цветы, зачем сажать так рано перец? Ну это вот все, эти споры идут про перец, они, наверное, будут еще после нас, и до нас люди спорили про перец. Вот и Юлия говорит, правильно говорит Наталья Сморчкова, не надо давать перцам зацветать в горшках, и не будут вопросы обламывать или нет. Если перец зацвел, корни перерастали расти, вся сила пошла на плодообразование, и короче, кому-то может покажется, что много, но люди понимают, много или мало, это вы зря так говорите. Действительно иногда перцы и зацветшие дают такой урожай, что не скажешь, что по ошибке подумал, что много. Вы вот высказали свое мнение, а есть люди, которые высказывают совершенно противоположное мнение, и у них все получается и с цветущими перцами. Так, здравствуйте, наверное, пропустила, в каком городе живете, город Бийск, Алтайский край. Семена перцев высылаете? Нет. Где живете? Город Бийск, Алтайский край. Елена Машенькина пишет, добрый день, все вместе с вами нашла единомышленника, уже несколько лет экспериментирую, все получится. Хочу дойти до комментария про плесень, которая уже посадила и плесень. Так. Ну, тут Ольга Фотина пишет, что заказала в декабре, получила уже в январе. Зимние заказы всегда быстрее приходят. Не сажайте раны, не мучайте рассаду. Ну, это каждый решает сам. Я считаю, ни один человек не может указывать другому, вот не сейте раны, не мучайте рассаду. А может быть, он не рассаду мучает, он, может быть, себе удовольствие получает, выращивая хлопача, беспокоясь о ней. Какие люди интересные, хотят свое мнение навязать другим. Наталья Панова, расти рассада крепкая и здоровая. Ух! Услышала бы она вас, и у всех бы выросла. Крепкая, здоровая. Можно суперфосфат развести в воде и полить грунт перед посевом. Вот я уже говорила, нужно готовить вытяжку из суперфосфата. У меня есть видео подробное, как я готовлю. Долго говорю, не могу сейчас, начну кашлять. Нагрузка голосовая на горло начинает першить. Вот Татьяна пишет, помните, я говорила, что нельзя на томаты говорить, ой, это кислятина, он нехороший. Пишет, поймала себя на мысли, что когда пишут плохо о сорте томатов, мне это страшно неприятно. Правильно вы говорите? Может, рюки-крюки или регион не подходит? Зачем же так? Ну, чаще всего и руки-крюки, и регион не подходит. Когда все вместе это совмещено, у людей не получается, они начинают грешить на сорт. Хотя сорт у других людей вырастает прекрасный, например. Так, Татьяна пишет, живу в Белоруссии, можно... Про семена я сейчас уже... Надо писать на почту, я про семена здесь даже не буду говорить, потому что прием заказов уже нет, и вообще это очень поздно. Уже январь заканчивается. Татьяна пишет, будьте добры, перечисляйте в видео, пожалуйста, все сорта, которые вы посеяли списком, буду следовать за вами. Сегодня видео я сняла на второй день после посева, перечислила все сорта. Если вы подписаны, и если вы будете смотреть все видео одно за другим, одно за другим, я выдаю всю информацию. И просто, понимаете, в размерах одного, в рамках одного видео невозможно все указать. Иногда что-то забываю, иногда что-то просто по времени уже не входит. Вижу, что уже много, и начинаю скомкивать быстрее, быстрее, быстрее. Но на следующий день я обязательно это укажу. Так что сегодняшнее видео смотрите. Удачи всем зрителям канала, я присоединяюсь. Получили семена в Челябинске, еще где-то. Где же мы проплесень? А вот, смотрите, спрашивают про эти стаканчики, все, бумага не размокнет при поливе. Такие стаканы мы делаем обычно и ставиться они должны плотно друг к другу. Они, короче, они, они же мобильные такие, они не только могут быть круглыми. Когда мы их сильно, тесно составляем, они делаются почти как четырехугольные. И вот этот земляной массив, он становится сплошным. Единственный плюс, да, она может быть и размокнет, но единственный плюс, что когда мы начнем их разделять, они вот эта вот прослойка бумажная, она позволит нам легко отделить вот этот комочек, и он будет индивидуальный сам по себе, а не как-то там не отрезать, нужно не выковыривать. Ну, вы один раз попробуйте, вы поймете, о чем я говорю. Мне сложно сейчас объяснить, это надо все показывать. Елена Тарасова посылочку получила, спасибо. Ну вот, теперь провикур продается под названием магникур. Я не буду тратить время вот на эти длинные всякие, про это средство. Так. Хочу все-таки... А вот Лариса Берюлина пишет, Оля, футболка супер, еще бы с надписью Новосибирск. И правильно Татьяна Суслова спрашивает, а Новосибирск здесь при чем, Оля, избейская. Да, я избейская, и надписи «бийские» у нас нету. Так, ищу. Пишет Елена, нам как раз такие мелочи и интересные. Поздравляю с началом. Спасевной цвет настроения зеленый, это точно. Здравствуйте, Ольга. Я удостоверила, что свои семена сходят четко и дружно, а посеяла с пачкой и сходят в 12-й день. По одному взошло 50% дохлые. Сомневаюсь, растить их дальше или нет. Вот именно поэтому я и повторяю, что для первых посевов всегда использую свои домашние семена. Наталья Алексеевна спрашивает, очень хочу купить у вас семена и обещанка, куда можно подъехать. Подъехать нельзя никуда. Все семена уже давно проданы по предоплате, и дома я не торгую. Если я буду торговать дома, вы представляете, что это будет. Сижу я севе или сижу я что-то делаю. Звонок, это мне надо одеться, выйти из дома, спросить что-то, чего потом опять зайти, нет, конечно. Это тогда работать мне не дадут, будут ехать и конные, и пешие, нет. И тем более сейчас весной, я вообще заказами не буду заниматься. Так. Ну все, я не могу найти проплесень, я сейчас расскажу так. Одна зрительница, по-моему, Рычкова фамилия, она сказала, что день назад посеяла открыла на следующий день. Плесень, покрылась плесенью, что делать? И почему это так быстро? И опять же, возвращаюсь к тому, про преволожнение грунта. Плесень, и вот это может быть только тогда, когда грунт влажный, или когда вы сделали поверхностный полив после того, как посеяли. Как можно исправить ситуацию? Про то, что не надо грунт увлажнять во время посева, я уже сказала, наверное, все уже поняли. Как можно исправить ситуацию? Можно просто опудрить золой. Пока там нет росточков никаких, там же одна земля, прям вот опудрить золой через ситечко, как я летом показывала, через маленькое сито с такими, ну, с маленькими ячейками опудрить, опудрить, опудрить. Что происходит? Зола, она очень агрессивная среда. Она быстро сожжет всю эту плесень. Плесень живая, а зола, она очень агрессивная. Плесени не будет. И еще второй плюс. Зола возьмет в себя излишки вот этой влаги с поверхности, чтобы уже этого не повторилось. Вы не бойтесь, что это, что-то случится с этими стоматиками. Они же семена там внутри. Пока они вылезут, вся вот эта агрессивность золы, она пропадет, потому что при намокании она теряет свои свойства и она делается мягче. Потом Вы можете просто мелким таким рыхлением с верхним слоем ее размешать, вот эту золу, будет дополнительное удобрение. Может она остаться просто так вот таким слоем, пусть, но это верный способ. Это всегда я еще позавчера, хотел сказать позавчера, еще в позапрошлом году еще в позапрошлом году я говорила, снимала видеоролик, что делать, если в лотке с рассадой появилась плесень. Я так припудриваю иногда, даже когда есть растеница, вот эти сеянцы. Главное, чтобы они были сухими, чтобы не осталось на листиках, чтобы не было ожога, и потом стряхнуть всю эту золу, и чтобы она попала только на землю. Любая плесень, которая появляется в лотке золой, можно ее уничтожить. Все. Вот и Лена еще спрашивает, здравствуйте, томат Настенька максимально сколько может продержаться в рассаде. Лена, я сняла для вас на эту тему специальное видео, завтра выложу, просто сегодня мне некогда, я более важный видеоролик снимала и выкладываю, что делать после того, как мы посеяли, закрыли пленочкой. Все. До свидания. Я уже сильно много наговорила, мне нужно заканчивать вот этот ответы на вопросы. Сейчас самые-самые актуальные вопросы буду зачитывать, буду рассказывать вот так же прям в режиме реального времени. Вот сегодня я его прочитала, но видите, так как много уже накидали следующих вопросов, я его даже откопать не смогла. Буду, наверное, выписывать на листочек и читать ответы на вопросы у монитора, потому что вы понимаете, на каждый вопрос снимать видеоролик, потом загружать в Ютуб. Это очень долго, очень медленно. Нужна такая своевременная, очень быстрая помощь. Реагировать буду моментально, если что-то, например, смогу помочь, вот так же, как с плесенью и с золой с посевами. Все, до свидания. Желаю всем, кто боится сеять рано, то не сеять, не поддаваться на провокации, если вам не нужно рано, но не сейте. Кто хочет, кто имеет такой авантюрный склад характера, кто хочет попробовать, поэкспериментировать, и кто не расстроится, даже если не получится, как говорят, что даже отрицательный опыт, это тоже опыт. Я вот не боюсь, например, где-то там пролететь с посевами, что-то испортится, но посею еще раз. Кто не боится, сейте. Во-первых, у вас сразу поднимется настроение, вы сразу почувствуете, что лето, вот оно, хотя еще идет январь. Я уже, мне уже кажется, что вот завтра выскочим мы в огород и начнем все это пахать. Очень поднимается настроение. Хотя бы посеете для проверки всхожести, полилейте вот эти растишки, как это, получите свой релакс, свою капельку вот этого наслаждения от общения с землей. Еще раз говорю, земля это наш оберег. Мы все должны понимать это, понимать, что земля иногда может вылечить лучше любых врачей, восстановить нас. особенно зеленый цвет, как я прочитала про зеленый цвет, что человек должен смотреть на зеленый цвет, успокаивается, нервная система. Да, кстати, вот один комментарий сегодня прочитала, одна женщина написала, не знаю, может девушка, скорее всего, наверное, молодая, что у вас информации много, это, полезной. Вот такая видеосъемка бесит, что там вот охота, за кадром вот там что-то сделали, раз, показали, охота туда заглянуть, Но я ей ответила, но если вас бесит такая вот видеосъемка, ну, наверное, нужно лечить нервную систему. Еще добавлю, я ей не написала, нужно смотреть больше на зеленый цвет, и тогда даже вот, если у вас такие простые действия мои, вот такая съемка бесит, я ей говорю, я удивляюсь людям, это, во-первых, в одиночку снимать очень сложно, я сама сею и тут же сама снимаю, никакого видеооператора за мной нет, который мог бы ходить за мной следом, и все вот мои действия, что я делаю руками, показывать, это и так сложно, вот эта длительная макросъемка во время всей, вот моей посевной вчера, потом несколько часов видеомонтажа я просидела, глаза пялила в этот компьютер, и когда выложила, вместо слов благодарности, вот находятся люди, которые пишут, меня бесит такая съемка, но тогда вот мне совет тем, тем, кого бесит такая съемка, надо действительно, наверное, заняться своим здоровьем, лечить нервную систему, может быть, желчегонных пропить, потому что, вероятно, желчь внутри человека закипает, девать некуда, надо пропить, а вообще, есть еще, ну и мой совет, если вас бесит моя видеосъемка, надо смотреть, ну, ту видеосъемку, которая не бесит вас, чтобы, ну, берегите свое здоровье, мое здоровье тоже берегите, а вообще совет всем, у кого немножко, вот так, подвижная психика, кто на каждую мелочь, вот, реагирует, сейчас вот будет весна, выходите в огород и часами смотрите вот на эти зеленые грядки, это очень успокаивает, это действительно, это кроме шуток, это научно доказано, что созерцание зеленого цвета, вот этих зеленых лугов, зеленых деревьев, леса, человека оздоравливает, восстанавливает нервную систему, вот, мы уже начали восстанавливаться, те, кто посеял, вот у меня уже сейчас, через три дня, будет мой этот, как тренажер, для восстановления нервной системы, первые росточки вылезут, это, я говорю, тренажер будет, буду смотреть на эти росточки и восстанавливать нервную систему, но она и так у меня в порядке, потому что я всю жизнь среди зелени, не успеваю за зиму угробить свою нервную систему, желаю всем здоровья, крепкой нервной системы, чтобы желчь с нас не капал, ни с языка, ни с заднего места, будьте добрее друг другу, обычно у таких людей, кого вот все бесит, у них ничего и не вырастает, давайте успокаиваться, и выращивать красивые, вкусные растения, все.